Массовое тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит в Губкинском уже не первый раз. Такие профилактические акции решено проводить по всей России дважды в год – 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом и 8 июля – в День любви, семьи и верности. Городская больница предлагает горожанам пройти бесплатное и по желанию анонимное обследование. Сдать кровь можно в течение всего дня. Кроме того, медики выезжают в организации и на предприятия, где популярно рассказывают о ВИЧ-инфекции и производят забор крови у желающих. С каждым годом увеличивается количество ВИЧ-инфицированных лиц. Причем, по данным российской статистики, 30% населения не знает о своем заболевании. То есть они живут с этой болезнью, но они не знают. И болезнь выявляется уже на поздней стадии. Как отмечают медики, сдача анализа на ВИЧ-инфекцию нужна, чтобы освободиться от опасений и тревоги за свою жизнь и здоровье. А в случае положительного результата – получать соответствующую медицинскую помощь и защитить своих близких. ВИЧ-инфекция передается тремя путями. Основной путь передачи – это половой путь передачи. Потом второй путь передачи – это парентеральный, то есть через кровь, через какие-то инъекции, наркотические инъекции. И третий путь передачи – это вертикальный путь передачи. Это когда ВИЧ-инфицированная мать передает своему ребенку. Вероятно, заражение вирусом иммунодефицита человека ВИЧ-инфекция от мужчин к женщин в три раза больше, чем наоборот. И то, что увеличится количество смертности от ВИЧ-инфекции, то есть более молодого возраста до сорока лет. В нашем регионе распространение ВИЧ-инфекции связывает в первую очередь с активной миграцией населения. Сегодня риск у заражения подвержен любой, независимо от статуса и социального положения. Это понимают руководители предприятий и организаций, которые приняли участие в акции. Мне очень приятно, что все сотрудники отнести к этому вопросу с пониманием. Ну а для меня, как руководителя компании, очень важно, чтобы мои сотрудники были здоровы. Потому что, как говорил Суворов, в здоровом теле, здоровый дух. Забор крови производился в нескольких организациях. И в этой акции приняли участие более 150 человек. Результаты тестирования по телефону не сообщают. Узнать их можно, обратившись лично в 20-й кабинет городской поликлиники. Там же можно получить необходимые консультации специалистов. Ирина Заикина, Екатерина Склюева, Денис Гимб, Новости Губкинского.